Если вы фанат Land Cruiser, то будете в экстазе. Если нет, то еще больше разочаруетесь. Он больше, чем надо, и прожорливее, чем надо, быстрее, чем надо, и тяжелее, чем надо. Но в то же время он всегда именно такой, как надо. Вы можете его любить или ненавидеть. Хотеть или не хотеть, ему абсолютно наплевать на ваше мнение. Ведь он в любом случае останется лидером сегмента. Потому что это Land Cruiser. Land Cruiser 200. Да-да-да, все хотели трехсотый. А получили, как оказалось, третий двухсотый. Да, увы, это не больше, чем рестайлинг. Рестайлинг, а не тюнинг, как многим показалось. И пусть вас не смущает вот эта губа, которая действительно напоминает творение гаражных эстетов. Нет, как и юбка сзади, это заводская опция. Доступная лишь в топовой версии премиум за 100 тысяч долларов. И для меня это стало бы главным поводом выбрать другую комплектацию. Ну, совсем не нравится. А вот все, что выше, очень даже пойдет. Здесь теперь вообще нет обычных ламп. Сплошные диоды, ходовые огни, ближний свет, дальний свет и даже туманки. И, конечно, главная фишка дизайнеров. Нет, это не столб на капот упал. Это так дизайнеры пытались подчеркнуть, что под капотом здесь все еще V-образный мотор. Да уж, абстрактное у них мышление ничего не скажешь. В профиль крузак как крузак. Особо не отличишь. А вот сзади действительно выглядит поинтереснее. Вместо погрызанных бубликов теперь стильные диоды, как в Lexus LX. Короче, да, марафет, но вполне удачный и уместный. Если бампера обычные поставить. Так, ладно, что там внутри. Да уж, в плане дизайна тут уже не придерешься. Интерьер по-прежнему мужественный и монолитный. Но теперь тут не на словах больше качества и премиальности. Кожа мягче, а пластик еще больше похож на дерево или на алюминий. Приятная голубая подсветка всего, что нужно и уже почти не найти топорных кнопок. Реально огромным кажется 9-дюймовый дисплей. А все элементы управления японцы теперь логически сгруппировали и изящно оформили. Да, именно изящно. И никогда не думал, что скажу это слово в тесте Land Cruiser. Новый руль, новая панель приборов, новый дисплей на ней. Вроде как ничего особенного. Но все вместе выглядит вполне гармонично. Но главное тактильное ощущение. Здесь стало больше труднодостижимого ощущения, когда все воспринимается дорогим не только на взгляд, но и на ощупь. Но это если не трогать пластиковую обшивку кожей клаксона. Чуть похабненько. Никуда не делись и старые проблемы. Из-за рамной конструкции здесь по-прежнему мало места по высоте. И тот же Ярослав со своими двумя метрами роста буквально подпирает головой потолок. То есть, да, салон здесь, увы, не такой большой и не такой удобный, как могло бы показаться. К экрану за рулем приходится тянуться, что утомляет в дороге. А подлокотник для меня, честно говоря, слишком низкий. Да и сами кресла. Тут сидишь не в кресле, а на кресле. И этим все сказано. То есть, да, по факту боковой поддержки практически ноль. Кресла почти плоские. Салон теперь освещается только диодными лампочками с приятным белым светом. И это, конечно же, плюс. А вот светлая войлочная обивка потолка не нравится. На фотографиях уже видел крутую черную. Но пока не могу выяснить, как ее получить. Не могу я понять, и почему Toyota все еще упорно поддерживает, я бы сказал, мертворожденную технологию беспроводной зарядки телефонов, QI. Ей уже не один год, а с ней по-прежнему работают всего пару телефонов. Не пора бы признать, что тема не пошла. Вот здесь есть особый бокс, в котором телефон с системой QI может заряжаться. И говорят, что даже для айфона можно докупить особый чехол, и все будет работать. Но вопрос, кто и зачем будет таким страдать? А вот новая мультимедийка просто супер. В плане интерфейсов, скорости работы и чувствительности экрана. Большие кнопки, и к ним достаточно лишь нежно касаться. Это очень приятно, особенно после тугих систем в Prado или Hilux. А вот звук, несмотря на отличную шумку и 14 динамиков JBL, ни меня, ни Ярослава с его тонким слухом особо не впечатлил. Владельцы двухсоток очень часто ездят сзади. Многие именно за такую возможность ее и покупают. Мягкая пневмоподвеска и длинная колесная база – залог комфортной посадки. Здесь, в принципе, можно и ноги протянуть. В хорошем смысле. Но вот облом. Похоже, рестайлинг не принес ничего нового на второй ряд сидений. И фактически для людей, которые ездят сзади, я сейчас не вижу весомых аргументов поменять старый автомобиль на новый. А ведь сюда можно было много чего добавить. Например, электропривод спинок, как в новом RX, цветные дисплеи климата, как в BMW, управление музыкой, как в Camry, телевизоры, вентиляцию сидений и не только. Я, конечно же, понимаю, что Toyota нужно как-то аргументировать разницу в цене с Lexus. Но хоть что-то новенькое можно же было добавить. И опять же, рама есть рама. Низко расположенные кресла и колени за ушами. К тому же для меня низкий, я бы сказал, неинтересный подлокотник. За 100 тысяч баксов хочется больше плюшек. А здесь одно старье. Недавно тестировали пикап и жаловались, что пользоваться багажником неудобно. Ничего нельзя достать, не испачкавшись. А здесь что лучше? Огромный багажник и туда дотянуться, не вытерев курткой бампер, тоже практически нереально. Но да, вот этот вот столик очень удобен для активного отдыха. Но в городе не очень. Опять же, рамная конструкция, большая погрузочная высота со всеми выходящими оттуда последствиями. Обратите внимание, как классно сделаны здесь вот ящички для хранения чего-либо. В данном случае это набор инструментов. Очень увесистый и крузеры всегда этим славились. Здесь есть не только стандартные вещи, но и даже плоткогубцы, ключи и, похоже, даже лапа для разбортировки, насколько я понимаю. Приятно это, стоит денег и это, я бы сказал, традиция. Но есть здесь и второй такой ящик. Вот здесь вот. В нем, видите, удобно возить номера. А что, можно и на дело съездить. Ну, а то, что багажник здесь просто огромный, я думаю, можно не уточнять. Как и то, что кресла практически полностью складываются. Поделюсь одним секретом. Если вы вдруг встретили в автомобиле вот такую вот, типа деревянную, ну, или даже деревянную вставку, это знак. Знак, что о драйве можно забыть. И дело даже не в том, что она жутко скользит и не позволяет нормально перехватывать руль. Нет, наоборот. Ее сюда поставили именно потому, что активно крутить руль здесь и не надо. В этом плане двухсотка осталась себе верна. Это по-прежнему персональный вагон СВ, который везет вас в основном прямо. Вот только этот вагон на магнитной подушке, потому что земли он, похоже, не касается. В какой режим не переводи адаптивную подвеску, понять по дорогам, в какой области ты едешь, непросто. Подвеска съедает все. И шигрень, и ямы, и ухабы бездорожья. Это не езда, это покачивание на волнах. Но внутри этих волн не слышно. Здесь полный штиль. Шума и виброизоляцию сделали еще суровей. Теперь не слышно даже вибрации от рамы. Все изолировано. Рама от дороги, а мы от рамы. Так и плывем. Вы этого хотели? Получите, распишитесь. Будете довольны. Но меня здесь укачивает. Даже за рулем. Двухсотка не считается лимузином. И большинство владельцев сами управляют этой квартирой на колесах. Но, если честно, я еще ни на одной машине настолько сильно не ощущал себя наемным водителем. Управлять мечтой? Или управлять чьей-то мечтой? Скорее, второй вариант. За неделю выкатал уже два бака, но так и не почувствовал себя здесь хозяином. Да, водить двухсотку – это работа. Работа, требующая навыков, внимания и самообладания. В городе не машина едет так, как ты хочешь, а ты вынужден управлять ею так, как она того требует. Ленд-крузер – классический рамник. В этом его заслуга и в этом его беда. В борьбе с недостатками рамных конструкций многие компании просто от них отказываются или интегрируют раму прямо в кузов. Toyota же эту борьбу продолжает, потому что так хочет ее клиент. Ведь для клиента рама – это прежде всего надежность и долговечность. И только потом лишний вес и высокий центр тяжести. В то время как конкуренты с каждым поколением сбрасывают по несколько центнеров, Land Cruiser остается верен себе. Да, в этом поколении передние диски сделали еще больше, но физика есть физика. Машина весит 2,5 тонны, а эта сверхмягкая подвеска в прямом смысле не способствует контакту с дорогой. В итоге перебирать со скоростью здесь противопоказано. Машину сложно останавливать. Чуток поймал гаву в городе и приходится лупить по тормозам, чтобы не склеить в гармошку какой-нибудь Ланос. Шины сразу же начинают повизгивать, а кузов так сильно клюет, что босс со второго ряда может запросто пересесть поближе к водителю. Пара таких торможений, и вы еще долго не сможете расслабиться. И научитесь заранее предсказывать дорожную обстановку не хуже Нострадамуса. Система КДСС зажимает стабилизаторы на ровной дороге, и боковые крены здесь оказались даже меньше, чем я думал. Но в резких поворотах к ним добавляется легкий снос задней оси. С учетом отсутствия боковой поддержки, приятных ощущений от этого мало. Принято считать, что Land Cruiser 200, как и сотка, настоящий крутой внедорожник, которому по зубам практически любые преграды. Но давайте присмотримся внимательней. Конечно же, такие ассоциации в первую очередь вызывает рамная конструкция, которая, безусловно, важна на бездорожье, но в то же время нерешающая. Что, кстати, уже доказали Touareg и Range Rover. У Toyota постоянный полный привод с дифференциалом Torsen, жесткая межосевая блокировка и пониженный ряд передач. А еще пневматика, способная в нужный момент поднять клиренс. Да, все это позволяет Land Cruiser гордо носить звание внедорожника. Но позволит ли тягаться с лучшими из них? Например, с тем же Prado. Да, у 200-ки больше крутящего момента. Но на другой чаше весов длинная колесная база и 3 центнера лишнего веса. Но куда опасней может оказаться отсутствие блокировки заднего межколесного дифференциала. С диагональным вывешиванием и грязевыми ваннами автомобиль будет бороться только с помощью ESP, то есть притормаживая вывешенные колеса. Что, как известно, далеко не лучший вариант. Помните, у 100-ки была спецверсия для бездорожья с индексом GX? Да-да, легендарный 105-й. Кстати, вот он. Практически новый, без всякого тюнинга и доработок. С завода с тремя жесткими блокировками, неразрезным передним мостом и атмосферным дизелем 4.2. Все 6 цилиндров в ряд на 131 лошадку. Простейшая комплектация, аскетичный интерьер, невероятная надежность и безграничные возможности для доработки и совершенствования. 105-й прямой наследник 80-ки. Он выпускался лишь до 2006 года и на сегодня имеет невероятную ценность для любителей настоящего оффроада. Это одна из тех моделей, которые и построили Тойоте непобедимый имидж внедорожной марки. Тот имидж, которым еще много поколений ленд-крузеров будут успешно пользоваться, какими бы паркетными они не становились. А вот 200-ка такую спецверсию, увы, не получила. Тем более, после рестайлинга ее еще больше окультурили вот этими обвесами, которые, похоже, раза в два сократили углы въезда. Этот автомобиль создавался для того, чтобы жить на бездорожье, а этот для того, чтобы там не застрять, если случайно попадете. Но, тем не менее, японцы продолжают упорно фаршировать топовые версии своих внедорожников нужными и ненужными электронными примочками. Краул-контрол, гироскоп, помощник при съезде, помощник при подъеме и не только. Как видите, мы не планировали полноценный внедорожный тест, но сейчас есть немного времени. И пусть на немножко смешном, но оффрооде, мы посмотрим, на что способна это поколение и кто же все-таки победит, железо или электроника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И так мы уперлись в ограничения. Ложанула у нас резина. Здесь стоит Мишлен обычный шоссейный и с ним на таком вот бездорожье делать нечего. Пригорок небольшой, на хайлаксе, вы помните, мы взбирались в места и покруче, но резина есть резина. Мне все-таки интересно, что сможет 200-ка, но очень боюсь повредить эти обвесы, увы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У двухсотки предел наступил гораздо раньше, и этот предел задний бампер и пороги. Как видите, брызговик еще чуть-чуть и может оторвать, и мы просто даже не можем подъехать к этой горке, не то что пробовать на нее взобраться. Хотя резина здесь многообещающая, и ход задней подвески тоже классный, здесь видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, я что-то еще не включил? Центральный заблокирован, задний заблокировать нельзя. Значит, на крауд-контрол у нас... Что такое могул? Могул, могул. Давайте включим могул, потому что было грязь и камни. Значит, помощник при спуске и подъеме активирован, пониженная передача активирована. Все. Ну, в общем-то, я не знаю, мне кажется, просто не хватает блокировок. Обратите внимание, по-моему, потеря мощности идет через левые колеса. То есть ЕСП пытается их прихватывать, но между этими прихватами происходит проскальзывание, и вот этих долей секунды хватает машине, чтобы скатываться и скатываться вниз. Так, сраные парктроники. Ну, кстати, 105-й здесь прошел спокойно. Надо взять немножечко запас хода. А можете проверить задний бампер справа? Ну, там что там, высоко он? Нормально, Ярик? Да, можно. Так, сейчас попробуем взять запас и попробуем, наверное, оставить... А что там так шклябается? Паша, тебе если брать-то колесо надо сюда. Торапает? Паша, сюда колесо, сюда. Да-да-да. Так. Так, включаем... Значит, включаем секвентальный режим и первую передачу принудительно. Вторую. Возвращаемся в автомат. Так, спустимся еще чуть-чуть назад. Ох, нельзя на такой машине так залазить. И, наверное, же никто не будет. Пищат у меня все парктроники на траву, кстати. Мы едем, едем, едем. Ура! Заехали. Просто нашли участок немножко посуше. Так, машина целая и невредимая. Едем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И так, небольшой итог. Да, может быть, кому-то эти испытания покажутся детским лепетом, но обратите внимание, они позволили нам выявить вот эти вот отличия, которые и сыграют роль на более серьезном бездорожье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И да, конечно же, мы можем подытожить, что все-таки никакая электроника, увы, не заменят старый добрый металл. И обратите внимание, двухсотки не помогла даже более агрессивная резина. Хотя, с другой стороны, поймите, сейчас мы фактически сравниваем один из лучших в мире серийных внедорожников и люксовый, пафосный, но жоповоз. Допросят меня производители. И в этом, в таком ключе, двухсотка на большой высоте. То есть, фактически, в тех местах, где сто пятый проходят уверенно и спокойно, двухсотка проходит с нервами и в натяжку. То есть, проехать можно, но поймите, владельцу этого автомобиля такие игры будут стоить гораздо дороже. К тому же, этот автомобиль никто и не берет для бездорожья. А вот в городе это две большие разницы. Сто пятый развивает скорость максимум 100-120 км в час, ту скорость, которую можно назвать комфортной. Дальше идут серьезные вибрации, большой шум и, в общем-то, страдает безопасность движения. Здесь, как вы знаете, скорость в два раза больше фактически, да, и комфорт просто не соизмерим. То есть, сейчас мы, опять же, сравниваем совсем несравнимые вещи, чтобы просто расставить точки над И. Как и Prada с Hilux, двухсотка получила обновленный движок. Да, дизель здесь тоже ужали под нормы Евро-5, но лошадей и момента, как видите, все равно добавилось. В итоге разгон до сотни по-прежнему заявлен в рамках 9 секунд. Елки-палки. 10-75 лучший результат. Я проехал шесть раз. Фактически это на две секунды дольше, чем заявляет производитель. Не знаю, почему. Я перепробовал все. Режим коробки брал и драйв, и секвентальный. Включил режим спорт плюс. Уже выключил кондиционер, фары, даже музыку выключил. В конце концов, даже левой ногой зажимал тормоз, что, в принципе, делать нельзя на старте. Но это лучшее, что получается. Может быть, дело в обкатке. У меня на доме 3-935 километров, но очень сомневаюсь, что причина может быть в этом. Топливом мы заправляемся только хорошим на ОК или ВОК. Ну, не худшим, по крайней мере. В комплектации премиум есть возможность выбирать режимы езды. Их тут аж 5. Поначалу я, честно говоря, боялся включать спорт плюс. А вдруг стабилизация ослабится? Нам этого не надо. Но оказалось, что в этом режиме становится острее руль. Не тяжелее, а именно острее. То есть меньше оборотов от упора до упора. И машина, конечно, становится позадорнее. Коробка пытается выжать максимум из двигателя. А вот разницы по подвеске я не ощущаю. В любом режиме она слишком мягкая. Даже на наших 20-х дисках. Кстати, в плане управляемости даже Хайлакс и Прада по сравнению с 200-кой просто болиды Формулы-1. Но в то же время комфорт, который получаешь здесь, в Land Cruiser, сравним разве что с надувным матрасом на таких легких волнах. К дизельному V8 похоже все равно, сколько народу сидит внутри. Двое или семеро. Он также уверенно набирает скорость и всегда имеет запас для обгона. На трассе максималка ограничивается лишь нервными пассажирами и верой водителя в удачу. Машина идет просто шикарно. В салоне действительно тихо. А подвеска, с учетом ее мягкости, не дает критических вертикальных раскачек. Но нужно понимать, что если вы идете даже по ровной трассе со скоростью за 170, как мы сейчас, то внезапно возникшее препятствие не даст вам шансов его объехать или вовремя затормозить. По крайней мере, у меня сейчас такой уверенности нет. Хотя после рестайлинга машина получила несколько новомодных систем безопасности. Радар активного круиз-контроля теперь предупреждает об опасности столкновения. Появился автоматический дальний свет и система контроля слепых зон. Камеры следят за дорожной разметкой и даже должны распознавать знаки ограничения скорости. Должны. Но получается это у них не очень хорошо. Я замечаю, что японцы обычно больше склонны заявлять честные цифры расхода, чем европейцы. Но не в случае с двухсоткой. Написано 11 литров на сотню в городе. Брехня. Если ехать вечером, медленно, почти по прямой, с точки А в точку Б, то минимум, чего удается добиться, это 12-13 литров. В среднем же не меньше 15. Вы скажете, ого, много, домой Логан ест всего 6. Но на фоне своих конкурентов, многие из которых, кстати, бензиновые, цифры лэнд-крузера, ну уж точно не худшие. Кстати, с таким же дизельным мотором отныне будет выпускаться и Lexus LX. Кстати, у нас в стране именно LX всегда был главным конкурентом лэнд-крузера. Потому что это тот же крузер, только еще круче. Но в последних поколениях ценовая пропасть между моделями начинает расти. А аргументами Lexus остаются в основном дизайн и материалы салонов. Еще двухсотки очень близки по духу динозавры Infiniti QX80 и Nissan Patrol. Но в последнее время у нас они совсем не популярны. Возможно, из-за отсутствия дизелей и прожорливых моторов. Хотя Patrol со своей сумасшедшей динамикой во время теста нам очень понравился. Из не японских одноклассников самым интересным, несомненно, является Mercedes GL. А точнее уже GLS. Он экономичен, динамичен и изящен. Но далеко не такой мягкий и всеядный, не такой надежный и уж тем более непроходимый. Из официально не представленных у нас моделей, несомненно, внимание заслуживает и новый Escalade. Да, дизайн неоднозначен, но пафоса ему не занимать. Итак, что собой представляет новый Land Cruiser 200? То, что он стал интересней, сомнений действительно нет. Если этот автомобиль вам раньше нравился, то сейчас вы его даже полюбите. На голову дороже и функциональнее стал салон. Посвежела внешность, появились новые системы безопасности. И при этом сохранились главные достоинства Land Cruiser. Комфорт и проходимость. Но, тем не менее, у многих может все-таки возникнуть разочарование. Ведь и минусы никуда не делись. Мы, увы, не почувствовали обещанных улучшений двигателя. Все тот же расход и все та же посредственная динамика. Да и за рулем удовольствие можно получать разве что от вседозволенности и превосходства на дороге. Но я бы хотел большего. Хочется больше уверенности, легкости и контроля над машиной. Итак, мы сделали свое дело. Рассказали вам о плюсах и минусах автомобиля. Что из этого важнее решать уже вам? Комфорт или драйв? Скорость или проходимость? Надежность или технологичность? Да, выбор предстоит делать. Потому что, увы, Land Cruiser все еще не готов предложить все и сразу. Если вы фанат Land Cruiser, то будете в экстазе. Если нет, то еще больше разочаруетесь. Он больше, чем надо и прожорливее, чем надо. Быстрее, чем надо и тяжелее, чем надо. Но в то же время он всегда именно такой, как надо. Вы можете его любить или ненавидеть. Хотеть или не хотеть, ему абсолютно наплевать на ваше мнение. Ведь он в любом случае останется лидером сегмента. Потому что это Land Cruiser. Land Cruiser 200. Да-да-да, все хотели трехсотый. А получили, как оказалось, третий двухсотый. Да, увы, это не больше, чем рестайлинг. Рестайлинг, а не тюнинг, как многим показалось. И пусть вас не смущает вот эта губа, которая действительно напоминает творение гаражных эстетов. Нет, как и юбка сзади, это заводская опция, доступная лишь в топовой версии премиум за 100 тысяч долларов. И для меня это стало бы главным поводом выбрать другую комплектацию. Ну, совсем не нравится. А вот все, что выше, очень даже пойдет. Здесь теперь вообще нет обычных ламп. Сплошные диоды, ходовые огни, ближний свет, дальний свет и даже туманки. И, конечно, главная фишка дизайнеров. Нет, это не столб на капот упал. Это так дизайнеры пытались подчеркнуть, что под капотом здесь все еще V-образный мотор. Да уж, абстрактное у них мышление, ничего не скажешь. В профиль крузак как крузак. Особо не отличишь. А вот сзади действительно выглядит поинтереснее. Вместо погрызанных бубликов теперь стильные диоды, как в Lexus LX. Короче, да, марафет, но вполне удачный и уместный, если бампера обычные поставить. Так, ладно, что там внутри? Да уж, в плане дизайна тут уже не придерешься. Интерьер по-прежнему мужественный и монолитный, но теперь тут не на словах больше качества и премиальности. Кожа мягче, а пластик еще больше похож на дерево или на алюминий. Приятная голубая подсветка всего, что нужно и уже почти не найти топорных кнопок. Реально огромным кажется 9-дюймовый дисплей, а все элементы управления японцы теперь логически сгруппировали и изящно оформили. Да, именно изящно и никогда не думал, что скажу это слово в тесте Land Cruiser. Новый руль, новая панель приборов, новый дисплей на ней. Вроде как ничего особенного, но все вместе выглядит вполне гармонично. Но главное тактильное ощущение. Здесь стало больше труднодостижимого ощущения, когда все воспринимается дорогим не только на взгляд, но и на ощупь. Но это если не трогать пластиковую обшивку кожей клексона. Чуть похабненько. Никуда не делись и старые проблемы. Из-за рамной конструкции здесь по-прежнему мало места по высоте. И тот же Ярослав со своими двумя метрами роста буквально подпирает головой потолок. То есть, да, салон здесь, увы, не такой большой и не такой удобный, как могло бы показаться. К экрану за рулем приходится тянуться, что утомляет в дороге, а подлокотник для меня, честно говоря, слишком низкий. Да и сами кресла. Тут сидишь не в кресле, а на кресле. И этим все сказано. То есть, да, по факту боковой поддержки практически ноль. Кресла почти плоские. Салон теперь освещается только диодными лампочками с приятным белым светом. И это, конечно же, плюс. А вот светлая войлочная обивка потолка не нравится. На фотографиях уже видел крутую черную. Но пока не могу выяснить, как ее получить. Не могу я понять и почему Toyota все еще упорно поддерживает, я бы сказал, мертворожденную технологию беспроводной зарядки телефонов, QI. Ей уже не один год, а с ней по-прежнему работают всего пару телефонов. Не пора бы признать, что тема не пошла. Вот здесь есть особый бокс, в котором телефон с системой QI может заряжаться. И говорят, что даже для айфона можно докупить особый чехол и все будет работать. Но вопрос, кто и зачем будет таким страдать? А вот новая мультимедийка просто супер. В плане интерфейсов, скорости работы и чувствительности экрана. Большие кнопки и к ним достаточно лишь нежно касаться. Это очень приятно, особенно после тугих систем в Prado или Hilux. А вот звук, несмотря на отличную шумку и 14 динамиков JBL, ни меня, ни Ярослава с его тонким слухом особо не впечатлил. Владельцы двухсоток очень часто ездят сзади. Многие именно за такую возможность ее и покупают. Мягкая пневмоподвеска и длинная колесная база – залог комфортной посадки. Здесь, в принципе, можно и ноги протянуть. В хорошем смысле. Но вот облом. Похоже, рестайлинг не принес ничего нового на второй ряд сидений. И фактически для людей, которые ездят сзади, я сейчас не вижу весомых аргументов поменять старый автомобиль на новый. А ведь сюда можно было много чего добавить. Например, электропривод спинок, как в новом RX, цветные дисплеи климата, как в BMW, управление музыкой, как в Camry, телевизоры, вентиляцию сидений и не только. Я, конечно же, понимаю, что Toyota нужно как-то аргументировать разницу в цене с Lexus. Но хоть что-то новенькое можно же было добавить. И опять же, рама есть рама. Низко расположенные кресла и колени за ушами. К тому же для меня низкий, я бы сказал, неинтересный подлокотник. За 100 тысяч баксов хочется больше плюшек. А здесь одно старье. Недавно тестировали пикап и жаловались, что пользоваться багажником неудобно. Ничего нельзя достать, не испачкавшись. А здесь что лучше? Огромный багажник и туда дотянуться, не вытерев курткой бампер, тоже практически нереально. Но да, вот этот вот столик очень удобен для активного отдыха. Но в городе не очень. Опять же, рамная конструкция, большая погрузочная высота со всеми выходящими оттуда последствиями. Обратите внимание, как классно сделаны здесь вот ящички для хранения чего-либо. В данном случае это набор инструментов. Очень увесистый и крузеры всегда этим славились. Здесь есть не только стандартные вещи, но и даже плоткогубцы, ключи и, похоже, даже лапа для разбортировки, насколько я понимаю. Приятно это, стоит денег и это, я бы сказал, традиция. Но есть здесь и второй такой ящик. Вот здесь вот. В нем, видите, удобно возить номера. А что, можно и на дело съездить. Ну, а то, что багажник здесь просто огромный, я думаю, можно не уточнять. Как и то, что кресла практически полностью складываются. Поделюсь одним секретом. Если вы вдруг встретили в автомобиле вот такую вот, типа деревянную, ну, или даже деревянную вставку, это знак. Знак, что о драйве можно забыть. И дело даже не в том, что она жутко скользит и не позволяет нормально перехватывать руль. Нет, наоборот. Ее сюда поставили именно потому, что активно крутить руль здесь и не надо. В этом плане двухсотка осталась себе верна. Это по-прежнему персональный вагон СВ, который везет вас в основном прямо. Вот только этот вагон на магнитной подушке, потому что земли он, похоже, не касается. В какой режим не переводи адаптивную подвеску, понять по дорогам, какой области ты едешь, непросто. Подвеска съедает все. И шигрень, и ямы, и ухабы бездорожья. Это не езда, это покачивание на волнах. Но внутри этих волн не слышно. Здесь полный штиль. Шумо- и виброизоляцию сделали еще суровей. Теперь не слышно даже вибрации от рамы. Все изолировано. Рама от дороги, а мы от рамы. Так и плывем. Вы этого хотели? Получите, распишитесь. Будете довольны. Но меня здесь укачивает. Даже за рулем. Двухсотка не считается лимузином. И большинство владельцев сами управляют этой квартирой на колесах. Но, если честно, я еще ни на одной машине настолько сильно не ощущал себя наемным водителем. Управлять мечтой? Или управлять чьей-то мечтой? Скорее, второй вариант. За неделю выкатал уже два бака, но так и не почувствовал себя здесь хозяином. Да, водить двухсотку – это работа. Работа, требующая навыков, внимания и самообладания. В городе не машина едет так, как ты хочешь, а ты вынужден управлять ею так, как она того требует. Ленд-крузер – классический рамник. В этом его заслуга и в этом его беда. В борьбе с недостатками рамных конструкций многие компании просто от них отказываются или интегрируют раму прямо в кузов. Toyota же эту борьбу продолжает, потому что так хочет ее клиент. Ведь для клиента рама – это прежде всего надежность и долговечность. И только потом лишний вес и высокий центр тяжести. В то время как конкуренты с каждым поколением сбрасывают по несколько центнеров, Land Cruiser остается верен себе. Да, в этом поколении передние диски сделали еще больше, но физика есть физика. Машина весит 2,5 тонны, а эта сверхмягкая подвеска в прямом смысле не способствует контакту с дорогой. В итоге перебирать со скоростью здесь противопоказано. Машину сложно останавливать. Чуток поймал гаву в городе и приходится лупить по тормозам, чтобы не склеить в гармошку какой-нибудь Ланос. Шины сразу же начинают повизгивать, а кузов так сильно клюет, что босс со второго ряда может запросто пересесть поближе к водителю. Пара таких торможений, и вы еще долго не сможете расслабиться. И научитесь заранее предсказывать дорожную обстановку не хуже Нострадамуса. Система КДСС зажимает стабилизаторы на ровной дороге, и боковые крены здесь оказались даже меньше, чем я думал. Но в резких поворотах к ним добавляется легкий снос задней оси. С учетом отсутствия боковой поддержки, приятных ощущений от этого мало. Принято считать, что Land Cruiser 200, как и сотка, настоящий крутой внедорожник, которому по зубам практически любые преграды. Но давайте присмотримся внимательней. Конечно же, такие ассоциации в первую очередь вызывает рамная конструкция, которая, безусловно, важна на бездорожье, но в то же время нерешающая. Что, кстати, уже доказали Touareg и Range Rover. У Toyota постоянный полный привод с дифференциалом Torsen, жесткая межосевая блокировка и пониженный ряд передач. А еще пневматика, способная в нужный момент поднять клиренс. Да, все это позволяет Land Cruiser гордо носить звание внедорожника, но позволит ли тягаться с лучшими из них, например, с тем же Prado. Да, у 200-ки больше крутящего момента, но на другой чаше весов длинная колесная база и 3 сантиметра лишнего веса. Но куда опасней может оказаться отсутствие блокировки заднего межколесного дифференциала. С диагональным вывешиванием и грязевыми ваннами автомобиль будет бороться только с помощью ESP, то есть притормаживая вывешенные колеса. Что, как известно, далеко не лучший вариант. Помните, у 100-ки была спецверсия для бездорожья с индексом GX? Да-да, легендарный 105-й. Кстати, вот он. Практически новый, без всякого тюнинга и доработок. С завода с тремя жесткими блокировками, неразрезным передним мостом и атмосферным дизелем 4.2. Все 6 цилиндров в ряд на 131 лошадку. Простейшая комплектация, аскетичный интерьер, невероятная надежность и безграничные возможности для доработки и совершенствования. 105-й прямой наследник 80-ки. Он выпускался лишь до 2006 года и на сегодня имеет невероятную ценность для любителей настоящего оффроада. Это одна из тех моделей, которые и построили Тойоте непобедимый имидж внедорожной марки. Тот имидж, которым еще много поколений лендкрузеров будут успешно пользоваться, какими бы паркетными они не становились. А вот 200-ка такую спецверсию, увы, не получила. Тем более после рестайлинга ее еще больше оккультурили вот этими обвесами, которые, похоже, раза в два сократили углы въезда. Этот автомобиль создавался для того, чтобы жить на бездорожье, а этот для того, чтобы там не застрять, если случайно попадете. Но, тем не менее, японцы продолжают упорно фаршировать топовые версии своих внедорожников нужными и ненужными электронными примочками. Краул-контрол, гироскоп, помощник при съезде, помощник при подъеме и не только. Как видите, мы не планировали полноценный внедорожный тест, но сейчас есть немного времени. И пусть на немножко смешном, но оффроиде мы посмотрим, на что способно это поколение. И кто же все-таки победит, железо или электроника? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА